Международный день В боксерской школе под руководством опытного тренера Аллы Духаниной сейчас занимается около 30 человек. Секция рассчитана на детей и подростков до 18 лет. А начинать тренироваться, как советует Алла, можно в любом возрасте. Главное желание. Это такой спорт, бокс, что он достаточно очень разнообразный, он достаточно мобильный, он очень развивает не только физически. То есть для боксера нужно уметь играть в шахматы хорошо, чтобы развиваться. Поздравили ребят и подарили подарки организаторы мероприятия, представители местного отделения партии «Единая Россия». Такие встречи проходят в рамках федерального проекта «Старший брат». Их основная задача – привлечение юных жителей Ленинского городского округа в спортивные секции. Закир Самедов занимается боксом всего полгода. Раньше увлекался борьбой. Но сейчас 14-летний боксер уверен, что свою жизнь свяжет именно с этим видом спорта. Мне с детства нравятся боевые искусства. Это вид спорта. Жесткий мужской вид спорта. Многое прошли. Тренировать в месяц 40 раз каждый день. Тренировать по два раза. В суток, в воскресенье отдыхаю. Есть мечта. Надеюсь, исполнится. Стать известным боксером. А вот Амина Гулиева в этом спорте уже три года рассказывает, что никакого ажиотажа своим появлением не вызвала. В секции наравне с юношами занимаются и девушки. Амина принимала участие в соревнованиях. На ее счету уже две победы. Я училась в военной школе. И там мы занимались кикбоксингом. Но, к сожалению, я переехала и просто решила пойти на бокс. Поздравили боксеров участники танцевальной группы «Студия-5». Как отмечают сами спортсмены, бокс тесно связан с танцами. В обоих видах спорта особое внимание уделено тренировке ног. Международный день бокса из-за пандемии в этом году отметили в узком кругу. Но спортсмены продолжают тренировки и надеются на возобновление соревнований. Наталья Буслаева, Кирилл Ванов, Евгений Садовский, Видное ТВ.